Кировское отделение «Единой России» включилось во всероссийский партийный проект «Управдом». Главная цель проекта – привести в порядок коммунальный сектор страны. Вместе с россиянами выявить недоработки в каждом конкретном населенном пункте, взять их на карандаш и осуществлять контроль за их устранением. Проект «Управдом» включает целый перечень различных мероприятий, начиная от мониторинга ситуации и заканчивая защитой прав конкретных людей, пострадавших от произвола представителей коммунального сектора. Сегодня Международный день соседей, кстати. И в этот день проводится одно из мероприятий партийного проекта «Управдом», который подразумевает налаживание общения между жителями, потому что зачастую у нас даже жители соседних подъездов не знакомы, да иногда и подъездов, и взаимодействие с управляющей компанией. Для кировчан это первое мероприятие, организованное в таком формате. Кроме представителей партии, на встрече присутствовали представители управляющей компании «Кировская горсеть», жители домов, которые находятся в ее управлении, и тех, где собственники жилья уже приняли решение за переход под управление этой УК. Наша роль какая? Мы на сегодняшний день присутствуем, мы слушаем людей, слушаем их пожелания, слушаем жалобы, задаются вопросы, должны быть какие-то уже запросы конкретные, то есть управляющая компания через какое-то время мы должны проверить вместе с жильцами, еще раз собраться, и управляющая компания должна доложить, что сделано вот это, вот это, вот это, или не сделано по таким-то и таким-то причинам. Жалобы касались самых разных сторон коммунальной сферы, от содержания придомовых территорий до осуществления капремонтов. Наиболее частые претензии по протечкам кровель межпанельных швов, вывозу мусора, замене инженерных сетей и уборке дворов и подъездов. Много недовольств у жителей по обслуживанию именно жилищного фонда и общего имущества, поэтому многие сейчас активизировали жителей и решили все-таки взять свои дома в свои руки и руководить уже и выбирать сами управляющую компанию. Дом 21А по проспекту Ленина представляла целая делегация. После отказа от него Кировского жилсервиса Горсеть – единственная ОК, которая согласилась взять дом в свое управление. Проблема жильцов – капремонт, который длится третий год. Главный вопрос – когда он закончится и кто будет возмещать убытки, которые жильцы понесли в результате этого долгоиграющего действия. На сей счет руководство Горсети заверило, что в любом случае будет добиваться этого от подрядчика. Пообещала решить и те проблемы, которые возникают в результате халатности других УК. Дом наш вычищался, но та дорога, которая возле 19А, она не чистилась, и которая возле 23-го дома, она тоже не чистилась. Получается, что из-за 19-го А машина, мусоровоз не может проехать, чтобы забрать этот мусор. Все обращения были выслушаны и взяты на контроль. Главная же просьба к собственникам, которые относятся к этой УК, если что-то в работе компании не устраивает, или образовалась какая-то протечка и тому подобное, сразу звонить. Телефон 542-42. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова